Встану утром рано, поцелую маму, подарю цветов букет, лучше мамы в мире нет. Мама Жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Так бывает, что-то случилось вдруг, и мы не знаем, как же быть нам тогда. Мама самый верный, самый надежный друг, к нам придет на помощь всегда. Мама Первое слово, главное слово каждой судьбе. Мама Жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. ПЕСНЯ 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 Все закончилось благополучно. У меня в детстве был такой случай. Расскажу вам. Мы с мамой как-то в выходной день собрались поехать на базар. Мне тогда было лет, наверное, может быть 6, может быть 5. И мы должны были туда поехать на трамвай. А раньше были трамваи в моем детстве, они маленько были другие. Не знаю, сейчас есть так или нет, но они были из двух вагонов. Передний и задний. Два сцеплинга таких. Мне они очень нравились. Но я все время любил ездить в первом вагоне, потому что я хотел видеть, как вагоновожатый, водитель трамвая, как он управляет этим трамваем, что он там нажимает. Я все время вставал возле него прямо, вот впереди переднего вагона и наблюдал. А это было воскресенье, выходной день, очень много было людей на остановке, видать, уже не было давно трамвая. Все ждали, толпа народу. И вот когда подошел трамвай, и двери открылись. И все эти люди, которые стояли, они туда начали быстро все садиться, прямо там началась такая давка. Знаете, когда чего-то человек сильно хочет, бывает, он даже... В общем, люди становятся, как будто уже не люди. Бывает такое, да? Вот такое с вами бывает иногда, да? Вот. И вот тут так и началось. Такая давка все быстро куда-то. А я хотел же поближе к водителю. Я в первую дверь быстренько побежал, залез туда быстренько, пролез как-то между людей, там полный трамвай набился. И вот он поехал на трамвай. Он поехал. И тут я через несколько секунд вдруг понял, что я не прав. Потому что я не знаю, где моя мама. Я подумал, что мама тоже не знает, где я. И я думаю, так, вот это дела. Мы куда-то едем. Я не знаю, во-первых, где нам выходить. Ничего не знаю. И что мне стало сделать? Я начал просить. А водителем трамвая была женщина. Я стал возле нее. И громко ей стало кричать, что трамвай нужно остановить. Она спросила меня, почему? Я ей пояснил. Потому что моя мама у меня потерялась. Меня не ищет мама. Но поскольку водитель трамвая женщина, она, наверное, тоже мама, я так думаю. Она остановила трамвай, на самом деле, где-то между остановками. Остановились. Открыла все двери. И мы пошли с ней вместе искать мою маму. Очень быстро ее нашли, конечно. Но я запомнил этот случай на всю жизнь. Я понял, что сильно от мамы в детстве отрываться не надо. Что это приключение большое. Вот такая история у меня была. Так что так не должно быть на свете, чтобы были потерянные дети. Она попросила. Какая вторая стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И пауза есть, да И вот смотрите, вот наш ангел будет стоять и смотреть будет, как мы его будем выручать, как мы поможем ему все нотки найти Кто-то потерял свои нотки Значит, смотрите, сейчас каждый должен будет выбрать, какого цвета у него будет Я хочу розовенькую Розовенькую Желтую Марк хочет желтую Желтую Желенькую Мама И небом Мне приснилось, что мы Потеряли друг друга Мама, слышишь, как плачет Над городом вьюга Мне приснилось, что люди Уже и не люди Я боюсь, что усну, А рассвета не будет И метель понесет меня Выше и выше И никто не поможет Никто не услышит Успокойся, малыш, и не плачь Что ты, что ты Просто ангел не может найти Свои ноты Он терял их и раньше Такое случалось Но пока, слава Богу Удачно кончалось Он найдет их дружок В этом нету сомнения И над небом опять Зазвенит его пенье Вот тогда слово в строку, дружок Вот тогда ногу в стремя Ах, какое наступит Прекрасное время Прекрасное время И ноты Мне кажется, мама Это самое бескорыстное существо В мире вообще Как вы думаете? Самое бескорыстное Ангел Точно Мама это ангел Молодец Мама это ангел И не просто ангел А это ангел-хранитель Мне кажется Да? Потому что мама готова Ради своего ребенка На все вообще Скоро день мамы Скоро день мамы Восьмое марта И не случайно Нет, не восьмое марта Восьмое марта Это международный женский день А есть день мамы Это прямо особый праздник Вот Который как раз Вот посвящен мамам И мне почему-то кажется Что день сыновей Это больше праздник мам Почему-то Ну мамы, папа Вообще Такой семейный праздник Семейный Семейный праздник Да, семейный И вот я хочу вас спросить Вот как вы думаете Вот вы Вы же сыновья Вот Легко быть сыном вообще? Конечно Нормально Нормально Легко Нормально Быть сыном не сложно Да? А легко быть мамой? Нет А почему? Сыном быть легко А мамой трудно Потому что Потому что Мама ухаживает за сыном Мама ухаживает за сыном? Да Ага Вон как Так То есть мама постоянно Занята Сидит Контролирует Помогает 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 Кушать варит Ну это Ей за помощь считается Наверное Покушать ты сам можешь приготовить Вот кстати Вот очень сейчас интересная мысль Покушать ты можешь приготовить сам Я вам расскажу одну историю В детстве Когда я был Ну может быть помладше чем вы Может быть было лет 12 У меня был друг Мы жили в одном подъезде с ним И после уроков После школы Мы с ним часто встречались Играли Вместе Я приходил к нему домой Он ко мне домой приходил И вот я Обратил внимание на такую вещь Очень четко Где-то Пол пятого Вечера Когда мы с ним Допустим В разгар какой-то игры У нас с ним что-то такое там Ужасно интересное происходит Он четко Скидывался Смотрел на часы Искал сколько времени И если он понимал что уже где-то близко к пяти часам Он мне все время говорил Все Извини Мне пора Пойти домой Я его спрашивал Почему мы же только Вот у нас с тобой такая игра интересная Как ты Почему ты так рано Он говорит Мне нужно приготовить для мамы ужин Вот так он мне каждый раз отвечал Я помню я был страшно этим удивлен Что вот он Ну нам Я еще раз повторю Нам было лет 12-13 наверное Он шел каждый вечер маме готовил ужин Потому что он мне говорил Что скоро мама придет с работы И она хочет кушать Представляете Вот вам Как это Такая Очень интересная Такая тема Кто-нибудь из вас мамы ужин готовит? Ну иногда Бывает Бывает Ну не только маме Всем сразу Всем сразу То есть у тебя такое Да Порой бывает Ну видишь как здорово Просто я по-видимому В то время был настолько к этому не готов Что вот Можно идти готовить маме ужин Потому что для меня это было Чем-то таким совершенно Выдающимся И я и сейчас так считаю То есть я думаю Что мы потом как-то Разъехались в разные места С этим моим другом То есть мы переехали И жить в другое место И как-то связь наша потерялась Но я уверен что он вырос Очень хорошим человеком Почему-то Я так почему-то думаю Что если человек В том возрасте Понимал что Маме нужно приготовить ужин То это Дорогого стоит Ну вот Поэтому вот видите А как вы думаете А что от нас вообще мамы ждут Вот мы сыновья И вот мамы Они вообще чего-то они от нас ждут Или они ничего не ждут Да А что Или что Хороших новостей Новостей Как ты учишься Хорошо и плохо То есть мамы волнуются По поводу нашей учебы Да Да Клим, ты как думаешь Так же Учеба Ну Вот Они нам Заботу и добро А мы им В ответ что-нибудь Помочь хорошее Помогать Хорошо учиться Короче радость приносить В дом А не Не горе Ага То есть Мама Переживает о нашей судьбе Правильно? То есть Мама таким образом Играет такую важную роль В нашей судьбе Что она очень за нас волнуется И Она очень нас Старается вдохновить Вы это чувствуете? Да Поэтому Вот Надо очень ценить наших мам Очень стараться им помогать Вот Вот И беречь их И тогда Вот мамы Как вы уже сегодня правильно сказали Они очень переживают за нас И они переживают за наши успехи Если мы стараемся То Мы очень радуем наших мам Вот Я желаю вам очень Любить ваших мам Ценить их И ценить их роль В вашей жизни Итак, ребята Скоро у нас День мамы Мы с вами подготовили Поздравления музыкальные Будем поздравлять наших мам Желать им Всего самого доброго и хорошего И Чуть-чуть Несколько слов Я хотел бы Чтобы вы сказали о своих мамах О том Какие они особенные Какие они удивительные Вот Может быть Вы вспомните Какие-то интересные истории Мы с вами Наверное помним И вы помните Я помню эту знаменитую песню День мамы может папа может все что угодно только мамой только мамой не может быть ну вот а почему он не может быть мамой в чем что он не умеет очень вкусно готовить так мой папа очень вкусно готовит ну вот у вас у всех есть сестренки верно и вы становя своих мам не так давно мы праздновали отмечали день сыновей праздник я считаю что это тоже момент праздник не так кажется и вот современные психологи говорят что между мамой и сыном существует особая связь особая психологическая какая-то ниточка связь и что мамы может быть лучше понимают своих сыновей а папы наоборот связаны с дочками вот вы это чувствуете в своих семьях у вас у всех троих есть сестренки верно что-то скажите об этом это вообще правильно что между мамой и сыном есть какая-то вот определенная тонкая связь которой нету может быть с папой но может потому что если очень трудно что-то поднимать сын может всегда ей помочь потому что он молодой и сильный сильный дочь папе может помочь также ну как мама только она будет чуть помладше верно это очень хорошее наблюдение лишь молодец ты что ты скажешь об этом не знаю у меня нет примеров на чем сказать может вспомнил скажу да ясно ясно но вот мама и помогает вспомнил часто вот когда я занимаюсь в специальности бывает папа там позовет что-то проверить но чаще всего вот мама прям станет и будет прям учит и учит со мной чтобы я выучил и все то есть мама прямо старается помочь тебе до последнего да ну да ну вот видите как интересно а вот это вот видео помните видео про медвежонка которая спасается от от ума в чем там смысл как как вы думаете в том что что мама пришла на помощь и своему сыну который был в опасности и пытался сам спастись вы помните там название этого видео даже есть что никогда не сдавайся сражается до конца да и он сражался он отбивался от этой пумы и как мог все и уже в последний момент когда там уже казалось бы все сейчас его просто съедят вдруг он начал рычать уже кричать как взрослый медведь да и пума почему-то отступила да там так интересно все это показано она отступила и вдруг мы видим что сзади достает мама появилась мама медведица которая зарычала вместе с медвежонками и пума поняла что больше здесь делать нечего надо уходить и видите как интересно вот так когда мама рядом это вот это нам очень сильно помогает новая Various беда спорт она благород Продолжение следует... 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 Вот так вот, видите? Интересно. А помните, как-то мы с вами говорили о том, что на какой-то Олимпиаде был случай, когда марафонцы бежали большую дистанцию, и вот первый, кто финишировал, африканский бегун из Кении, он подбежал к финишу и не разобрался, где финишная черта, остановился маленько раньше на несколько метров и стал уже радоваться, ликовать, и когда через какое-то время, через сколько-то минут подбежал второй спортсмен из Испании, что он сделал? Он его затолкал в этот финиш, запихал туда, в эту победу, да? Почему он это сделал? Потому что он сказал, что если это чужое, то не бери. Да, и когда его спрашивали корреспонденты, почему он так поступил, он упустил свой шанс стать олимпийским чемпионом, казалось бы, пробеги мимо, и все, и ты будешь первый. И он что? Ну, он ответил то, что мама его не учила забирать чужое, то есть она его научила тому, что вот если это не твое, не берись. Вот, правильно, видите, да. То есть мамы нас учат всему самому хорошему, вот это очень здорово, вот это важно. Ну вот, спасибо вам за этот разговор о маме, потому что кто-то какую-то историю помнит, интересно, связанную с мамой, когда мама что-то вот помогла, выручила как-то в жизни, помогла. Вот, допустим, потерял свои ноты и не могу их найти, и мама нашла. Было у вас такое? Постоянно. Постоянно ищи к нам ноты, да? Мама всегда может найти то, что надо, она же знает, что где находится в доме, потому что она чаще там бывает. Ну да, и по-моему, еще у мамы есть какой-то особый талант, что-то искать и находить. У меня вот мама, я вспоминаю, в детстве, если она что-то начинала искать, я что-то потеряла, я уже понял, что я этого никогда уже больше не найду. Все, я смирился, мама могла это найти, вот, буквально любой ценой, она могла полдня или целый день искать и в конце концов находила. Я удивлялся, это какое-то что-то вот, совершенно какое-то необъяснимое, невероятное качество было у моей мамы. Она всегда находила то, что я где-то потерял. Вот такая вот у меня была мама. Мне кажется, постоянно, когда ты ушибешься, мама подойдет, она тебя полелеет, потом тебя отведет в больницу или сама наложит бинты. Вот, я вижу. А папа так быстро не может прибежать, мне кажется. Мама прям чувствует, как будто бы. То есть папа может как бы растеряться в этой ситуации, что делать, да? А мама, то есть мама у нас самый верный, надежный друг. Верно? Да. Ну вот, пусть наша мама будет здорова, пусть у них все будет хорошо. И я желаю вам, чтобы вы все время помогали своим мамам, все время о них помнили, никогда о них не забывали, старались быть верными, хорошими сыновьями. Вот, и это очень дорогого стоит. Старайтесь быть таким, радуйте своих мам, они очень на вас надеются, они верят в очень вас, и тогда все будет хорошо, и у вас, и у ваших мам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Звездные медведи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok